Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, что ждет участника форума OpenBio, о прогнозе синоптиков на предстоящую зиму и выступлении в Новосибирске Академического симфонического оркестра из Красноярска. В Наукограде Кольцово сегодня стартует площадка открытых коммуникаций в сфере вирусологии, биотехнологии и биофармацевтики OpenBio. Мероприятие проходит уже восьмой раз. В программе трехдневная конференция молодых ученых и научно-деловой форум с дискуссиями по вопросам долголетия, борьбы с распространением ВИЧ-инфекций и разработке вакцин против COVID-19. Участники 42 регионов России и 10 стран мира представят 120 докладов. Также посетители ждут лекции известных ученых и выставка биотехнологических компаний. Мероприятия организованы в гибридном формате с возможностью подключения к онлайн-трансляции на официальном сайте. Предстоящая зима на территории Новосибирской области будет теплее, чем обычно. Такой прогноз дали синоптики Росгидромета. Так, в ноябре среднемесячная температура будет держаться выше нормы. Теплее, чем прошлый январь, будет и первый месяц нового года на большей части Урала и на западе Сибирского федерального округа. А вот февраль будет теплее прошлогоднего на большей части территории России. Тем не менее, для Новосибирска и его пригорода характерен суровый континентальный климат. Сильные оттепели, если и возможны, то они кратковременные и наблюдаются не ежегодно. Лидер партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов предложил ввести прямые государственные субсидии на покупку лекарств для граждан России. По данным партийного мониторинга, сегодня 70% льготников вынуждены покупать медикаменты за свой счет. «Справедливая Россия» предлагает зафиксировать в законе, что траты на покупку жизненно необходимых и важнейших лекарств не должны превышать 10% доходов гражданина, а кроме того, ограничить торговую наценку в аптеках пятью процентами. При этом препараты из списка жизненно важных должны продаваться без наценки. Нужно поменять и порядок регистрации медпрепаратов, сократив время процедур согласования, в том числе для регистрации иностранных лекарств в России. Еще одно предложение – исключить критерий наименьшей цены как решающего фактора при госзакупках. По мнению лидера партии, когда речь идет о здоровье, экономить бюджетные средства не нужно. В Новосибирске распределили разрешение на лося и косулю. Впервые под контролем комиссии. Счастливчиков выбрал генератор случайных чисел. По новому закону 80% квот должны достаться тем, кто проводит биотехнические мероприятия. То есть ведут учет и работают над улучшением условий обитания животных. Подробнее расскажет моя коллега Наталья Цопина. Приемное Министерство природных ресурсов региона – последнее приготовление к жеребьевке. Сотрудники признаются, волнуются. Впервые проводят распределение разрешений в новом формате. В приоритете – максимальная открытость и объективность. 4 октября 2021 года. Сегодня мы проводим процедуру случайной выборки по распределению разрешений на косули сибирскую и лося. 56 особей лося, 636 косули. В этом году в областной закон об охоте внесли изменения. Потому сегодня распределение разрешений впервые проходит в присутствии представителей общественного совета, депутатов, работников министерства. Комиссию 7 человек сформировали на прошлой неделе. Ответственные лица внимательно следят за ходом процедуры. Распределяет квоты специальная программа под систему охота с помощью генератора случайных чисел. Нам помогает эта система, потому что, допустим, коллеги из других субъектов, они это делают еще старым образом, крутя барабан, доставая, и каждого уведомляющего, выиграл он или нет. Здесь процедура, как бы, вы сами видите, она проводится буквально 15 минут. Количество заявок, обрабатываемых, больше 100 тысяч. Еще одно новшество. 80% квот должно достаться тем, кто участвует в мероприятиях по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов. 20% разрешений остались на случайную выборку. Заявок 133 тысячи. В 2020-м было на 50 тысяч больше. Зато в этом году выросло количество заявлений, поданных через госуслуги – 96%. Сезон охоты стартует в ноябре. Если в течение 10 дней после открытия охотник не получит доставшуюся ему квоту, то комиссия соберется еще раз на повторное распределение разрешений. Результаты протокола в зашифрованном виде уже сегодня появятся на сайте министерства. Те, кто подавал заявления через госуслуги, смогут увидеть их в личном кабинете. Наталья Ацопина, Евгений Павлов, Новости ОТС. В Новосибирске выступит Красноярский академический симфонический оркестр. Концерты пройдут 7 октября в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». В зале имени Каца гости из соседнего региона исполнят интернациональную программу. Зрители ожидают шедевры трех композиторов – танцы из Галланды венгерского музыканта Золтана Кодой, сюита вальсов из оперы «Кавалер Розы» Рихарда Штрауса и симфония номер 9 из «Нового света» Антонина Дворжика. Добавлю, что оркестр, которым сейчас управляет главный дирижер Владимир Ланды из США, получил статус особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края. В России на четверть подорожали автомобильные шины. Традиционные перед зимним сезоном рост цен отметили специалисты портала «Дром». Пикс-проса на резину приходится на середину октября. Основные причины удорожания покрышек – рост цен на сырье, издержки производства, инфляция и ведение системы маркировки. Падение объемов выпуска еще не компенсировано, поэтому потребители могут столкнуться с дефицитом. В целом, с начала года стоимость зимних шин в стране увеличилась на 15-20%. Любители ходьбы прошли по Первомайскому скверу в Куйбышеве. Горожане впервые присоединились ко всероссийской акции. Ее участниками стали 160 человек, самому младшему из которых всего 4 года. Прохладная погода любителей ходьбы не испугала. Перед стартом для них провели разминку. Рекордсменка России Гульнара Ильязова решила поддержать всероссийскую акцию. Она советует каждому вступать в ряды любителей ходьбы. Нужно распределять свои физические возможности, ну и начинать, например, с 500 метров и там увеличивая. Особенно ходьба самый активный вид деятельности при сжигании калорий. Людмила Кожаева увлеклась ходьбой три года назад. Ежедневно она проходит по 8 тысяч шагов. Какой-то прилив сил, настроение, бодрость. Не пропускает пешие прогулки Татьяна Ксенофонтова. Раньше делала пробежки, с возрастом перешла на ходьбу. Ходила в горсаду, ходила в школе шестой. Теперь вот пришла в нашу группу здоровья. Вместе ходим с девчонками. Ну, хорошо. Это надо для всем. Даже и молодым, и более таким элегантным женщинам, мужчинам. Обязательно надо двигаться. Движение, жизнь. Любителей ходьбы в Первомайском сквере собралось больше 160 человек. Все они стали участниками Всероссийского дня ходьбы. В Куйбышеве он прошел впервые. Это как бы в большей степени не соревнование, а прогулка. То есть мы как бы поддерживаем всех сторонников здорового образа жизни и стараемся также привлечь массы к систематическим занятиям физической культуры и спортом. Эта акция также проходит в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни». Участники акции прошли дистанцию в три километра. Появлению такого дня в расписании мероприятий рады не только юные спортсмены. Для того, чтобы пообщаться, самое главное, и приобщение к спорту. Сегодня, видите, от малышей до пенсионеров. Самый доступный, благородный вид спорта. Всероссийский день ходьбы в районе планируют сделать традиционным. Организаторы уверены, количество его участников будет только расти. Оксана Тимошенко, Андрей Ребетев, Новости ОТС. Контроль над качеством дорожных работ усилят в Новосибирской области. Благодаря передвижным лабораториям специалисты смогут оперативно получать информацию о геометрических параметрах объекта. Высокоточная техника рисует цифровой модель местности. По сути, создает виртуального двойника магистрали. В этом году в мегаполисе появится мобильный станок для отбора керна образцов покрытия, взятых из асфальта. Производительность вырастет в несколько раз, уверяют эксперты. Кроме того, подрядчиков ждут так называемые тотальные проверки. К ним, причем на всех этапах строительства, ремонта или реконструкции, будут приезжать ревизоры с сотрудниками прокуратуры. Приучить к дисциплине и качеству строителей и дорожников можно только через жесткий контроль и через жесткий спрос. Тем более, что гарантийные сроки растут. Вы привели пример при применении отдельных технологий. Гарантийные сроки 12 лет и 24 года. Как говорится, через 10 лет попробуй найди их и спроси. Поэтому на стадии производства работ будем жесточать контроль. Тарифы на электроэнергию будут расти на 5% в год. Такие темпы определило российское правительство в проекте федерального бюджета на ближайшие 3 года. Также, по мнению специалистов Министерства энергетики, ряд предприятий Арктической зоны и Дальнего Востока, которые и так имеют налоговые льготы, платят по пониженным тарифам. Соответственно, нагрузка на промышленность в европейской части страны, на Урале и Западной Сибири, который платит налоги в полном объеме, часто увеличивается. Поэтому ведомство выступает за то, чтобы ценовые характеристики в энергетике отражали реальную себестоимость производства на конкретной территории. Продажи автомобилей с пробегом в Новосибирской области выросли почти на 13,5%. Данные для вторичного рынка по итогам третьего квартала текущего года проанализировали эксперты Авито. Средняя стоимость машин в регионе составила 465 тысяч рублей. Это в два раза больше, чем год назад. На первом месте среди самых востребованных марок в Новосибирской области «Тойота». Автомобили этого бренда с пробегом стоят в среднем полмиллиона рублей. На втором месте «Лада», на третьем «Ниссан». Четвертую позицию занимает «Хонда», а пятую – «Мазда». Что касается модели, первая строчка у «Короллы», на втором месте «Камри», «ВАЗ-2107» на третьей позиции. Четвертое место занимает «Тойота РАВ-4». Замыкает пятерку лидеров отечественный внедорожник «Нива». Зайцев, рожденных в новосибирском зоопарке, выпустили на волю. Теперь 16 беляков будут жить в заказнике Ордынского района. Только в текущем году в естественной среде обитания оказались несколько десятков особей разных видов – от лосей до глухарей. Но зайцев-беляков отпустили впервые. Биологи отметили, что животных новая обстановка не напугала. Они быстро выбежали из клеток, а значит, адаптироваться на новом месте им будет несложно. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok